Друзья, всем привет! Решила записать для вас видео, в котором хочу поделиться нашими последними новостями, рассказать о том, что у нас новенького за последние полгода, наверное, так как я вроде бы, как и всегда записываю видео, но не всегда получается их вовремя выкладывать, поэтому сейчас вот январь на дворе, наверное, не очень актуально будет уже выкладывать видео с лета, с сентября, поэтому давайте так вкратце пробежимся, расскажу, что у нас и как, а также отвечу на ваши вопросы, которые вы мне все время задавали. Спасибо, очень приятно, что вы интересуетесь, и да, я почитаю ваши вопросы, буду отвечать на них в этом видео, так что поехали! Первый вопрос. Планируете ли куда-нибудь поехать после этой всей веселухи? Имеется в виду, не буду по некоторым причинам, не буду называть некоторые слова, поэтому можете прочитать здесь. Планируете ли вы куда-то поехать после всей этой веселухи и как относитесь к укольчикам, скажем так? Ну, сейчас давайте вкратце расскажу, что сейчас у нас происходит именно в Калгари. Мы сейчас, у нас частичный локдаун был около двух месяцев, когда закрыли все залы, детские занятия, спортзалы, старшие классики были переведены на онлайн обучение, рестораны работали только на доставку, и вот только 8 февраля, 7 или 8 февраля уже снимают ограничения и вроде как должны открыться. То есть не знаю, с какими новыми правилами и как все это будет происходить, но мы открываемся. Ну, если перемотать время обратно, то напомню, первое частичное, полностью, который был локдаун, первое, это был в конце марта, когда мы закрылись на 4 месяца, все было закрыто. Все отправились домой, кто-то начал работать удаленно, кто-то оформлялся на пособие по безработице. Слава Богу, государство помогало, поддерживало, и вот только в июле мы уже частично начали все возвращаться на свои рабочие места, все открывалось. И в декабре вот был опять частичный локдаун, уже второй получается. Все зависит, все регулируется правительством, провинциальным, смотрят, сколько, количество зараженных, и от этого уже принимают решение. То есть каждый день есть какие-то обновления, на сайте официально все выкладывают. Очень устали от этого всего, конечно, все мы, хочется вернуться к нормальной жизни, устали от масок, устали от всего. Поэтому мы планируем ли мы куда-то поехать, конечно, мы очень планируем, мы очень ждем, когда откроются границы. И, ну, как бы на самом деле, вот, к примеру, со штатами границы были закрыты только наземные, как оказывается, то есть самолетом вы можете полететь. Но как-то не очень хочется сидеть на карантине потом две недели, аналогично те же страны, как там Мексика или Доминикана. Все это как-то все не совсем типично, очень странно, поэтому, не знаю, были какие-то моменты, когда хотелось сорваться уже, поехать куда-нибудь отдохнуть, потом посидеть две недели. Но это не очень логично с точки зрения финансовой, потому что, то есть кроме того, что вам нужно взять там отпуск, потом вы должны приехать две недели еще сидеть без работы, то все тоже деньги, это все надо как-то организовать, не выходить, все семье, все семье надо сидеть дома. Поэтому, да, мы пока решили повременить, ну, очень ждем, конечно, из путешествий жить очень сложно. И, ну, несмотря на это, мы весь год ездили очень много по провинции, мы были в Джаспере, постоянно ездили на озера Морейн, Луиза, Лейк Луиза, также Банф, Кенмор. И, да, я, возможно, выложу видео о нашей поездке в Джаспер, потому что это просто, ну, нереальная красота, это преступление не поделиться, хотя я знаю очень многим такие видео природы, парковни очень заходят. Это, возможно, скучно, интересно смотреть, ну, наверное, его все-таки с опозданием, но выложу, потому что природа просто сумасшедшая. Поэтому я очень счастлива, что мы живем в такой красоте, очень близко, то есть час-два езды, полтора часа вы уже в горах. И, возможно, даже, ну, я такой человек позитивный, во всем пытаюсь найти плюсы, поэтому, возможно, был плюс в том, что в связи с этим всем были закрыты границы, и была возможность очень хорошо изучить провинцию, это место, где мы живем, покататься, поездить, потому что, скорее всего, наверное, каждый бы хотел куда-то рвануть подальше, какие-нибудь острова. Поэтому, ну, поднимали экономику туризма в нашей стране, что тоже есть неплохо. И в следующем месяце мы, кстати, через пару недель едем на Попспринск, это британская Колумбия, тоже на 3-4 дня, это как раз будет лонг уикенд здесь в Канаде, это официальный праздник, так что, возможно, тоже сниму вам видео, должно быть интересно. Немножко развеемся, хочется сменить обстановку, потому что зима, уже немножко подустали. Так что, да, пока у нас такие вот путешествия, и будем смотреть, что будет дальше. Как вы относитесь к... Как я отношусь? Я не могу сказать... Наверное, я не буду в числе первых, кто побежит делать себе уколчик, скажем так, потому что как-то я скептически ко всему этому отношусь, и, то есть, с одной стороны, я понимаю, что вроде это всё не так страшно, если у вас нет проблем со здоровьем, и, то есть, у вас нормальный возраст по статистике. Но это очень спорный вопрос, не хочу опять в какую-нибудь там дискуссию вступать, у каждого человека своё мнение. Для меня это всё не так страшно, больше переживаю в данный момент, то есть, о поколении людей, кто в зоне риска, или у кого проблемы со здоровьем, то есть, чтобы, если ты заболеешь сам, ты можешь зарядить другого, скорее, с этой точки зрения. И также я не очень доверяю всем этим, которые, так сказать, склепали на быструю руку, непонятно, как их тестировали, сколько их тестировали. Ну и, конечно, очень много разных легенд. Не могу сказать, что я прям всему этому верю. Ну, я не знаю, как-то я жила без этого нормально, и, не знаю, думаю, что ещё как-то проживу, и верю, что всё будет хорошо. Поехали дальше. Что у нас в следующем? Вы уже определились, где бы хотелось жить, в квартире или в доме? Ну, как бы, у нас очень часто возникает этот вопрос по поводу недвижимости. Вроде как, уже мы и созрели, чтобы что-нибудь взять, то есть, финансовых проблем нет, так как у вас, даже если у вас нет первоначального взноса, есть очень много программ и какое-нибудь жильё, там есть абсолютно разное жильё на разный кошелёк, можно себе что-нибудь взять. Но, наверное, нет ещё стопроцентной гарантии, что мы хотим, где мы хотим. Ну, наверное, скорее всего, это будет дом. Хотя в то же время я не могу сказать, что квартира – это тоже очень плохо. Во-первых, небольшая разница между домом и квартирой, так как если будете покупать квартиру, скорее всего, вы возьмёте не ванн-бедрум, да, то есть, это будет, там, как минимум, такая квартира-планировка, как мы живём сейчас, если это две спальни, то есть, два санузла, то не хочется заезжать в меньшее. Ну, такая квартира по деньгам, ну, если посчитать, то можно проще уже просто добавить, это уже будет дом, пускай, может, не такой большой, либо, ну, нам не надо больше. Можно взять таунхаус, таунхомы и очень много новых от застройщиков, то есть, в принципе, можно это всё найти. Что мне не нравится в плане дома? Во-первых, дом, как бы для меня это понимание дома, это когда у тебя своя территория, есть какая-то приватность, да, свой дворик. В Калкаре мне не нравится, что большинство новых домов, они очень-очень прям близко друг к другу, и очень маленькие бэкьярды, то есть эти дворики, и поэтому не могу сказать, что это прям дом, ты там вышел, сам себе такой хозяин во дворе, то есть везде ты смотришь, ну, то есть вообще очень маленькая расстояние, наверное, метр между следующим домом, то есть сосед у тебя из окна сосед, с гаража сосед, и везде дома. То есть если бы дом выходил на зелёную зону, да, называется Гринбалд, то, ну, тогда, да, ты вышел себе куда-нибудь на пробежечку, либо если у тебя выход в парку, либо к природе, либо к какой-нибудь рейлу, это круто тогда жить в доме. А так, ну, то есть не могу сказать, что намного больше привилегий между квартирой. Ну, конечно, в квартире тоже свои минусы, да, есть какие-то ограничения, что можно делать, что нельзя, нельзя шуметь, это понятно, ты у себя в доме там просто под дискотеку хоть короки устраивай, да, а в квартирах то есть свои какие-то минусы, но при этом я не могу сказать, что квартира, квартира это настолько дискомфортно или плохо в отношении с домом, потому что квартиры здесь немножко по-другому выглядят, чем в Украине, да, здесь нет вот этих обшарпанных подъездов, и, то есть, и по площади здесь есть где разгуляться и развернуться, никто никому не мешает, тем более у нас семья небольшая, то есть такой вариант, как даже квартира, в принципе, я не могу сказать, что мы его не рассматриваем, но посмотрим, посмотрим пока. Следующий вопрос. Как малому в этом городе? Даньке абсолютно нормально, он везде, наверное, плюс того, плюс быть ребенком, да, в эмиграции, это то, что тебе хорошо там, где хорошо твоим родителям. Проблем завести новых друзей у него абсолютно нет, у него как и в Сан-Стивене были свои друзья лучшие, так и здесь уже у него три лучших друга, которому он иногда ездит в гости, устраивает такой плей-дей, как здесь называется, там договоришься с родителями, они себе в выходной день едешь, отвозишь ребенка, они гуляют. Также сам город ему нравится, ему нравится, что здесь спокойно, есть где погулять, и, то есть, он вот не очень любит именно центр города ехать в даунтаун, для него это шум, он такой более спокойный у нас ребенок, ему нравится такой тип, вот, такой более спокойной, какой-то деревенской жизни, наверное, после Сан-Стивена, потому что, когда мы приехали в Калгаре, поселились в этом районе их, там у нас такая небольшая дорожка к детской площадке, он всегда говорил, вот здесь такое чувство, что я приехала к бабушке в деревню, потому что, ну, действительно, ты идешь в частный сектор, частные дома, очень тихо, спокойно, какие-то собаки только там лают, и нет этого всего шума, поэтому ребенку все нравится, очень круто, есть куда пойти, какие-то музеи, развлечения, кинотеатры, все в пешей доступности, магазины, ну, сейчас, конечно, немножко все по-другому, что-то открыто, что-то закрыто, но при этом все, да, он доволен, не жалеет, не скучает ни за Украиной, ни за Сан-Стивеном и Нью-Бранциком. Следующий вопрос. Появились ли у вас новые друзья, если, да, то с наших ли стран? Ну, наверное, не могу сказать прям друзья-друзья, потому что, ну, для меня друг это прям, у кого-то есть друзья от детства, когда ты прям, ну, вот, действительно такая именно дружба, и вы не теряетесь с этой дружбой в течение какого-то периода времени, да. Скорее всего, я бы сказала, хорошие знакомые, с которыми мы общаемся, периодически ходим в гости, и, да, эти знакомые с наших стран, то есть это Украина, Россия, Молдова, и, ну, пока в данный момент мы не можем ходить в гости, так как у нас ограничения, опять-таки, два месяца вот уже как нельзя никуда ходить, а до этого, да, мы ходили периодически к друг другу и всегда рады сами принимать гостей, и здесь очень большая комьюнити русскоязычная, поэтому проблем нет. Если вы человек общительный, то, ну, можно завести знакомых, проблем с этим нет. Как происходит сейчас работа на кухне Вани? Меньше ли её стало? Ну, эти два месяца её совсем не стало, можно сказать так. Точнее, он работает, стало намного меньше, потому что рестораны были закрыты, и он работал только два-три раза в неделю, и это была работа, то есть на доставку. Они приходили в ресторан, работали, и, то есть, есть доставка с кипзот-диши, с которой приезжали с ресторана забирать эту еду. Поэтому работы было намного меньше, очень мало часов, но при этом была хорошая возможность ему отдохнуть. Я говорю, такая несправедливая, почему? У меня работы много было, у него, наоборот, меньше. Но при этом, вот сейчас у него уже открывается, будет работы больше. Ну, и раз мы уже заговорили про работу, с последних новостей, Ваня уже сейчас стажируется на сушефа. Напомню, что до этого он работал поваром, что, то есть, тоже приятно какой-то рост, и тем более ему это интересная эта сфера. Нравится ему, хочется в этом развиваться, так что, может, вы поздравите, он уже сушеф. И с моей работы, я работаю всё там же, в балетной школе, с супервайзером. На моей работе всё так же тихо и спокойно, и с новостей то, что я стала тим-лидером, вот, и, ну, не могу сказать, что у меня прям лидерские какие-то там задатки, да, скорее всего, так сложилась ситуация, что, когда я пришла в феврале работать, я пришла уже в такой сплочённый состав, где работали, так, костяк, так сказать, да, там три человека, я пришла четвёртая. Но в связи с семейными и другими обстоятельствами в течение года все ушли, и, получается, с такого стареньких, так сказать, да, осталась одна я, и все остальные были новые. Поэтому, вот, решили, что положить на меня эту роль тим-лидера, поэтому я вроде как помощник менеджера. В принципе, тоже неплохо, что-то новое, что-то интересное, и будет что-то написать в своём CV для следующей работы. Но пока мне всё нравится, всё окей. И, ну, также подняли зарплату уже дважды, что тоже неплохо, так как я не просила повышения зарплаты, работаю меньше года, и каждые три месяца у нас идёт эвалюэшн, такая, как перформанс, можно сказать, когда тебя там оценивают, вы там садитесь с менеджером, общаетесь, и вот после каждого... после каждых трёх месяцев, то есть мне поднимали зарплату. Следующий вопрос. Бывали ли вы за год в неблагополучных районах? Насколько всё страшно? Абсолютно не страшно, и мы не были в этих районах, потому что даже не могу сказать, что это неблагополучный район. То есть здесь нет таких районов, как, например, там в Нью-Йорке, куда нельзя заходить, да, какой-то район лучше не заезжать, там, если ты белый, или там ещё что-нибудь. В Калгаре всё не так... Ну, нет таких районов, да. Есть, считается, менее благополучной для жизни часть Норст-Ист, но это не значит, что там вы заедете, вас там будут стрелять, насиловать и всё такое. Конечно, как и везде, лучше не ходить, наверное, ночью где-нибудь в непонятных местах, чтобы не искать этих приключений. Но вот прям такого, что какой-то такой район... Да, ты заезжаешь, ты видишь, что там другой доход у населения, да, у этого комьюнити, более простенькие дома, возможно, там автомобили. Ну, чаще там может быть полиция, но на самом деле, мне кажется, это больше какие-то семейные драмы и всё такое. Воровство какое-то. Где-то велосипед угнали, где-то ещё, но так что прям очень страшно, нет, такого здесь нет. Поэтому, ну, лично я не встречала, и я не думаю, что я не слышала о таких ситуациях в таких районах. И следующий вопрос. Была ли уже мама у вас? Да, мама сейчас прям у нас, и она приехала два месяца назад к нам по супервизии. Это моя мама, Данина бабушка, и, наверное, это очередная тема для другого видео, если вам интересно, напишите. Могу рассказать о том, как я подавалась на супервизу, почему на супервизу, а не на обычную туристическую. Напомню, разница в том, что по супервизе родители могут находиться в Канаде без выезда до двух лет, и сама виза на 10 лет. Вот, так что мама сейчас у нас уже веселее, и немножко проще в плане с графиком, то есть нам не надо подстраиваться под нашу работу, так как она всегда готова забрать ребенка, встретить с автобуса, отнести, и, конечно, ему немного веселее тоже есть с кем погулять, позаниматься, так как родителям иногда тоже надо отдыхать, после работы хочется отдохнуть. И какие еще вопросы? По вопросам, кажется, я ответила. Еще от себя добавлю с новостей. В июле мы купили новый автомобиль, так что можете нас поздравить. Мы взяли новый с салона, поэтому, если интересно, могу рассказать о всех нюансах на кредит. Кредит в Канаде, это наш первый кредит. И почему мы решили взять все-таки не старенький автомобиль, а новый, также могу рассказать потом уже в следующих видео. И кто не видел видео о том, как я разбила наш доджик, для того, чтобы купить новую машинку, можете тоже найти это видео и посмотреть, будет интересно. Также был вопрос, что с нашей гринкой. Ну, что наша гринка в процессе, точнее наша аппликация, то есть анкету я уже отправила, но сейчас каких-то особо продвижений не будет и нет, так как, кому известно, Трамп наложил бан на рассмотрение всех этих виз иммигрантских. И это было сначала до конца года, потом продлили до марта, сейчас уже Пайден, поэтому будем смотреть. Вроде должны снять этот бан, и потом начнут рассматривать. Ну, опять-таки, сейчас все больше понимают, что какой-то нет гарантии, что мы вообще успеем проскочить и на интервью, так как очень много времени потеряно, чтобы попасть вообще на интервью. То есть интервью должно состояться до сентября этого года, иначе, ну, то есть кто не успел, это уже все, все в пролете. Поэтому, ну, будем смотреть. Итак, заявление мы отправили, для этого нам нужно было получить справки о несовремости с Украины, а также обновить, получить новый паспорт ребенку. Для этого нам нужно было поехать в посольство Украины, которое находится здесь, в Эдмонтоне. Поэтому у нас еще также была поездочка в Эдмонтон, 3 часа от Калгари. И, возможно, я вставлю видео немножко Эдмонтона. И что я могу сказать? Я не могу сказать, каких-то особо впечатлений город не произвел. Нам показалось. Возможно, это зима. Я понимаю, что и Калгари не такой симпатичный зимой. И поэтому много промзон, и как-то все так серенькое. Но, думаю, летом там намного лучше и красивее. Особо времени много не было. Дорога была очень тяжелая, очень много аварий, как раз шел снег. Также, возможно, еще наложила впечатление о городе, то, что мы получили штраф за неправильную парковку. Это, конечно, наша вина, наша невнимательность. Было очень много снега, мы не увидели, что это инвалидская меса, поэтому пришлось за это, за свои шутки заплатить. А это здесь очень дорого. Мы заплатили 200 или 250 долларов. Самый большой штраф и вообще первый штраф здесь, в Канаде. Поэтому теперь более внимательная. И заскочили также в Эдмонтоне в Большой Молл. Эдмонтон Молл. В Эдмонтон Молл это самый большой молл вообще в Северной Америке. Не знаю, вроде бы больше еще пока не построили. Но, опять-таки, все было почти закрыто, и людей мало, и мы спешили. Поэтому вот так мы немножко погуляли и поехали назад к себе. Я рассказала наши новости, рассказала Ване на новости, рассказала свои, что у нас с Даником. Даник ходит в четвертый класс, все хорошо, новые друзья, как я уже говорила, катаются на коньках. И он начал ходить на плавание и на футбол здесь. Он сам опирал, чем хочет заниматься. Но так как вот два месяца уже закрыли спортзалы, и нет возможности посещать эти занятия, можно только ходить на персональные. Но спортзалы закрыты, поэтому только какие-то другие персональные занятия. Мы нашли для него уроки игры на фортепиано, на синтезаторе, да, пиано. Поэтому он уже месяц занимается, ему нравится. Думаю, что скоро смогу поделиться его успехами. И да, пока так. Он заканчивает четвертый класс. Следующий год, это уже пятый класс, это средняя школа. Так что будем искать новую школу. И такие вот новости. Даник очень весело отметил Хэллоуин в этом году. Немного нестандартное празднование было, чем обычно. Но при этом многие все равно продолжали украшать дома, оставлять сладости, придумывали разного рода приспособления, чтобы не нарушать, да, правила дистанции, не касаться все. Кто-то оставлял на крыльце записки и конфеты в пакетиках, и записку возьмите одну. Кто-то использовал такие интересные какие-то там, такие как трубы, в которые ты кидаешь, конфеты, и ребенок их получает прям к себе в сумку. И также у него была веселая компания друзей здесь. И было очень круто. Мы также походили, прониклись этой атмосферой Хэллоуина, и было очень круто и весело. Кстати, на Хэллоуину ровно было два года, как мы уже в Канаде. Время летит очень быстро. Мы как раз приехали 31 октября, приземлились в аэропорт Торонто, так что уже ровно два года. Хотела записать сначала итоги года, точнее двух лет, но еще не подумала, надо тоже как-то решиться, собраться. Или, возможно, уже запишем три года, потому что очень быстро летит время, уже просто не успеваешь об этом всем рассказать. Встретили. Новый год мы дома, в кругу семьи, так как и вариантов особо не было, Рождество и Новый год как бы нарушать не хочется. Все эти правила мы уже законопослушны здесь, как канадцы. Ходить в гости нельзя, нужно только в своем, как ее называют, баблу. Баблу – это такой как круг семьи, близкие родственники, то есть ходить кому-то нельзя. Поэтому мы были дома, а как раз была уже мама. Отлично, весело посидели и отметили и Рождество, и также наш Новый год. А также, как я и обещала, те, кто брал участие в розыгрешении, некоторые расстроились о том, что не выиграли рукавички, кто-то хотел прямой эфир, поэтому, как мы и обещали, мы сделаем еще очень скоро новый розыгрыш, и я уже к нему подготовилась. На этот раз уже больше рукавичек, больше подарков, поэтому больше шансов. Такие вот рукавички, еще есть шапочка, которая очень скоро отправится. Надо сделать побыстрее, чтобы это было актуально, потому что зимой осталось месяц. Возможно, мы сделаем на 14 февраля, но я еще не уверена. Следите за анонсом, об этом не напишу, либо в Телеграме на своем канале, кто еще не подписан, подписывайте, ссылочка внизу, либо в Ютубе. Вот, ну а пока поздравляем нашу победительницу Викторию, которая уже получила наш подарочек, и она поделилась своим видео, которое я вставлю здесь, и можете посмотреть, она очень обрадовалась, мне тоже очень приятно, и такой интересный момент, что Виктория уже дважды наша победительница. Первый раз я когда-то разыгрывала открытки, это был розыгрыш в сторис, в инстаграме, когда я была в Нью-Йорке, я задала вопрос, кто угадает, куда мы едем, и вот, по-моему, там пять, или сколько, не помню, человек, кто первый угадал, где мы, я отправила открытки именно с Нью-Йорка. И вот Виктория как раз получила эту открытку, и интересный факт, что Виктория тоже, у нее есть канал, канал называется «Хочу в Канаду», я оставлю ссылочку внизу, я думаю, это будет интересно, кто-то подписываетесь, так как открытка, которая с Нью-Йорка я отправляла Виктории, она была еще в Киеве, оказывается, мы с одного города и жили даже в одном районе, а сейчас Виктория уже в Канаде, поэтому эти рукавички отправились уже в Канаду, она живет в Британской Колумбии, и она рассказывает о своей миграции, о том, как она попала, поэтому думаю, это будет интересно. Подписывайтесь. Надя Маргун из Калгари проводила розыгрыш со своим мужем с Ваней, и, в общем, по идее, я насколько знаю, тут должны быть рукавички, красивые, классные, канадские. Такая красивая коробочка, распечатываем. как-то она так тяжеловата для рукавичек. Так, одной рукой неудобно. Сейчас. Итак, и так, и так. Еще один кусочек скотча, еще. И... У-ху! Е-е-е-е-е! Тут и только рукавички, еще вкусняшки всякие. Класс! Надя, Вадя, спасибо! Очень рада, очень рада, классно! Еще будет мне возможность в этом году походить в них, поносить. Прикольней, классней! А еще чайок! English breakfast tea! Класс! Рошен, Рошенчик! Конфетки, Рошенки! Класс! А, я еще тут раскопала конфетки, а тут еще кленовый сиропчик. Классно! Ой, вы меня очень порадовали. Спасибо большое за подарочек! У меня все. Такие вот наши последние новости. И уже задавайте вопросы, о чем именно посвятить чему видео, какой теме, что вам больше интересно узнать. И до встречи в новых видео уже в феврале. Всем пока! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok